здарова танкисты всем привет с вами серёга с вами индомит и сегодня у нас очередной обзор нашей любимой игры мир танков атлеста геймс и сегодня на обзоре у нас средний немецкий прем танк восьмого левела кпз 07 и rush или как по полному камфанзер 07 и rush либо проб попросту как в простонародье сковородка да пожалуйста вот такая вот прикольная машина мне этот танчик подарил мой соклан сиди николай и сегодня мы снимаем по нему обзор еще боев и на нем не катал хотя таком танки же ездят на другом своем аккаунте у меня тоже присутствует и что это за машины я представляю и предлагаю сегодняшний обзор конечно же начать с бронирования данной машины вперед итак collision модель нашей тачки для у неё корпус весь красный ставим его правильно и смотрим 170 нлд 180 до 190 влд и на самом деле а корпус у него действительно среди средних танков достаточно-то крепкий такой анти эстену блин корпус неплохой ну и самое плачевное это башня под стволом 80 по краям по 85 щеки 97 доходят вот у нас же сферическая башня почему сковородка называет вот понятно что будут рикошетные зоны самых краевых частях вверху 95 все это кругом пробивается боковое бронирование 75 80 вверху и на самом деле сковородка нет нет да и может танковать и вполне себе даже неплохо еще раз что касаемо корпуса у сковородки все тут гуд вот башня полная беда так с броней разобрались давайте глядеть что на за орудие чем же так хороша сковородка ну и смотрим альфа 200 фу 200 нищая альфа для танка 8 левела среднего пробития фу-фу-фу 205 на основном 255 на голде ну на голде хотя бы ничего но надо учитывать что голда у нас кумулятивный снаряд вот заряжается пушка нифига себе 5 секунд ой 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 средний урон минуту дпм 2400 разброс точность а наш до 0 35 ничего себе такое и время сведения супер комфортно полторы секунды по пушке все круто за исключением альфы и пробития на основном типе снаряда все остальное это прям так по полевой модернизации во втором блоке так-то качать будем сразу прижим был код так так нет это нафиг не надо тогда уж лучше это так дальше мы в движении много будем стрелять там блин при движении до в движении будем стрелять на и ну вот так лучше так и здесь 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 нет вот вот это да а антибликовую маскировку фар в пятом блоке ну и здесь мы берем на разведку слот это касаемо полевой модернизации и теперь касаемо оборудования господа рекомендую вот эту сборку я специально заходил на второй аккаунт и смотрел как у меня там собран кпз я уже снимал как-то обзор гайд по этой машине рекомендую досол рекомендую просветленку и в основной слот как бы дающий дополнительный гусс на подвижность там венки у нас и так хорошие подвижные сейчас мы это дальше с вами разберем то есть вот такая сборочка основной снаряд у нас бронебойный летит 962 норма голда у нас кумулятивная и летит она чуть менее 900 метров в секунду сойдет по снаряжению ремка аптечка автоматический огнетушитель вот четыре члена экипажа перки вы сейчас наблюдаете перед собой в табличке по плюсам минусу машин значит касаемо пушки у нас хорошие в почти 10 точнее девять градусов у нас невероятная кд пушки просто невероятно у нас очень добротная точность 032 время сведения вообще 138 то есть тут одни сплошные плюсы как я уже говорил минусом остается только два момента это альфа 200 нищие но блин кд хорошая да и пробитие на основном снаряде 205 ббшка 205 маловато по количеству хп 1350 средний показатель по средним танкам 8 левела по мобильности вот тут у нас уникально у нас 65 вперед 25 назад 23 лошадь на тонну дельная мощность и господа это все без турбины без теперь дальше по незаметности перк незаметность у меня экипажа не вкачан вовсе пока поэтому ну по кпз раскачать примерно можно до 34 процентов это факт и по обзору нас 454 метра до благодаря просветленной оптики то есть мы будем стрелять вернее мы будем светить и конечно же стрелять вот хорошая подвижность невероятная к д неплохая незаметность когда вкачаем перки незаметности такой танк рыс леопарда подобная какая-то техника вот поэтому уже предлагают про я собой дайте пощупаем посмотрим на что кпз 07 р аж способен вообще в реалиях боя вперед так господа у нас обзором прям танчик немецкий 8 левого кпз 07 раж попали в хороший сетап к восьмеркам правда две без эхи они скорее всего будет все-таки воевать там дитя же а нам бы поехать постращать по перекатку тяжи был бы неплохо поэтому сначала ставимся на ббш как у нас голдовые снаряды это кумулятивные и стрелять в борта танком не лучший вариант я ща в турбину итак у нас корыца наш едет неплохо сковородка стоя в турбину стояма не добились вот 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 Оооо! Цветик, гадый! Шкона обсе надо будет уларинить. Продолжение следует... так, пока там все умер Тарий ползет нас у тяга не все будет так хорошо Тяжи и чары несут Тарий ползет Ну да 1140 Тарий ползет 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 Есть правительство. Не пробил. Уничтожен. Уничтожен. Хорошо. Так, ну что, 2 500 дали, да? Плохо как-то. Да нет, это что-то. Ой, блин. Как же мне нравится его подвижность. Так, на центре кари надо перестать. А кари-то вообще шокики. Миратный и шокики. Заехать будет не плохо. Так, не полить его нам помогут. Внимание! Отступаем! Есть! Спасибо! Ужей! Ужей! Майкер! Ужей! Потому что... Ужей! 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 так ребят первый бой на сковород и подаренный сиди и мы стреляли первый бой ну ё-моё, а я так старую ух ты, слаг, мы спрятались, мы в домике, первый шок кстати получил за бой, а не не первый, ты 26,5 чё мы в мозге поделал, ладно надо найти борща, я за тычку от него переживу, возможно даже две вот он, на борще он на фугасе что ли? все, мы его и подсветили, и убили, короче за бой, первый бой на сковородке у меня на 3,3 500, да побольше, 3500 суммы вопрос слов нету, невероятная подвижность, невероятное кд на пушке, у этого есть танка все, чтобы я даже не знаю, геймплей похож на леопарда подобную технику, только у вас еще больше подвижность, да, маленькая альфа, маленькое пробитие, но при всем при этом, все равно можно устраивать нагиб третье место мы заняли по урону, и у нас вот еще засвет противников, хорошая ли эта тачка, конечно она приятна, у нее особый геймплей, ты как уж по болоту ездишь, ищешь лягушек, и их просто съедаешь, убиваешь, вот ребята, считаю, что наверное даже турбина этому танку не нужна, и в первом слоте лучше держать, кстати, вентилятор, как я его и поставил, про светлёнка помогает лучше, так сказать, замечать противников, светить вот на свет, косари, это всегда хорошо, вот, так что по оборудованию, я думаю, топ комплект, и вот, кстати, да, чтоб там никто ничего не говорил, статистики, статистики, здесь, вот, первый бой, первый бой у нас, попадание у нас 95%, да, огонь, 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 вот, лучше, чем у 98%, игроков на этом танке, ладно, сковородка класс, первый бой, прям кайфанул, ребят, у кого есть кпз 07 раш в ангаре, пишите, как вам тачка, вот, какой вы на ней используете оборудование, я как танкистарый, по пятибалльной системе этой машине дам 4 с плюсом, да, да, имбы прям не дотягивает, но очень приятная машина, так что покупайте, если хотите, так же нагибать, ладно, ставьте лукасы, подписывайтесь на канал, а я говорю, до скорых встреч, пока, поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.